Рома говорит, я об этом мечтала. Такое прям. Давно. На, покажи мне. Сюда, блин, на один телефон пихнешь и все. Он еще снимает. Я в шоке. Вот, она, кстати, очень неудобная. То есть ты ее вот так вот. Ну ее можно ниже спускать. Она слишком торчит и твердая. И яркая. Кажется, это по цвету. Мне кажется, ярковатая. Да, ну, да, так. Такие дела как-то сегодня не густые. Смотрите, какие дизайнерские изыски офигительные. Видите, как прям офигенная сумочка. Прям вообще топчик. Прям надо брать, ребята. Такие копейки. Это прям надо вырывать. С ногами. Сколько она стоит? Две сто. Я им за эту машинку подарю. Вот они нашли друг друга. Смотрите. Оп. И оп. Топчик. Все. Прям лавки-лавки. Какая пикантная курточка. Такой какой-то намек на что? Что это нормально? Какие-то сосочки. В общем, я тут смотрю, говорю, как поддежда для извращенцев, знаете, которые там голые снизу, так мужики раскрывают плащи. Вот это вот тот случай. Серьезно. Что это? Ну, кстати, выглядит ничего. Не знаю. Слушай, ну, ничего выглядит? Очень хорошая. Очень хорошая она. Нитки-то. Ну, ладно. Ну, какие-то, наверное. Нитки-то, наверное. Нитки-то, наверное. Нитки-то, наверное. Уехали. Сидели-сидели и не досидели, короче. Да, такая курочка с сосочками стоит 4 сейчас. Что это за маффи-то такое? Это что, это зеленые розы, что-то? Мне кажется, что это за канабистская ставка. Нормальные зеленые розы. Что тебе нравится? А вот Майнкрафт. 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 Ха-ха. Это тоже. Что, подсматриваете? Я тут нашла курску. Не, ну, кстати, вот такой померил, посмотрел. Он выглядит, конечно, очень классно. Да? Жан-Франко Ферре. О, Жан-Франко Ферре? Серьезно? Да. Нет. Ну, кстати, да идет. Идет. Исочка. Это какая? Нет, это я не брал. Ну, так вот я ее увидела. Смотрите за Леной. Только немножко не шейку сломает, ну да ладно. Серьезно? Ребятишки. Эуах, погадай тебе, дорогой, тудым-сюдым. Это мне надо надевать или тебе не надо надевать. Да, да. Ну, ничего такого нет. Да, ну, значит, я думаю, послодней сидеть. Да, она с пояса слишком, конечно. И вот, ну, как видно, что чуть-чуть с собой. Ну, хотя здесь мешок, кстати. Какой-то огромный. Ну, ее чисто не застегивайте. Не, ну, это, бляд. Ну, да. Чуть-чуть, ерунда. Как это не застегивайте, а? Ну, она, реально, смотрите, подобралась. Петку. Да. Подайми, подожди, чуть-чуть. Я, кстати, ее видел уже где-то. Глаза мне, смотри. На глаза. Рути, смотрите, да, все красное, все супер, размерчик. Все подошло, все здорово. Вот. 42-й подошел, прекрасно. Ну, вот. И я уже все, я уже думаю, я беру. Беру по-любому, потому что все круто. Ну, как бы, блин, моя вещь, моя мечта. Ты сзади не видела мечту. У тебя сзади, как будто там... Мешок, да? Да какой мешок у нас? По дизайну, как будто здесь у тебя какие-то крылья должны быть. Точно, крылья. Нет, а спереди она, конечно, классно выглядит. Но, это ладно. Тут вот тупо... Я застегиваю, застегиваю, понимаю, что, блин, че? Нечего больше застегивать. Больше нечего, да, застегивать. Зачаложка, ребят. Лена себе нашла. Да, Лена. Уже не вожу, короче. Лена себе нашла классную распахайку такую, смотрите, там, стиль какой. Вообще, я включаю, типа, места нет. Хотя, такого не может быть, какой-то глюк. Ну, типа, это глюк. Я так понимаю, кто-то есть, должно быть. Боже, я так вот шутно, да еще не уставалась. Серьезно. Это просто ужас. Я так задолбалась. Вот, верите, нет, меня сейчас тошнит от вида одежды. Даже я стойко это перенес, и мне нормально. Я немножко достал, но достался, но как бы. Удивительно, но даже, да, Рома стойко перенес. Я же, кстати, герой, если честно, потому что я не представляю. Молодец. Вообще, помогал мне активно все, как бы, все это. Ну, как бы и Рома же выбирает, но все равно. И, в общем, меня уже просто воротит. Я не могу смотреть ни на обувь, ни на надежду, ни на что. Ну, просто мерзитель. Я хочу здесь, хочу домой, и все. Девушка, продающая золото, почему-то на меня так смотрела, и не знаю. Вот, кстати, они тоже были купили. Но тоже ничего не взяли там, ничего не нашли. И сумки, сумки тормошили. Ну, мы тоже сумки посмотрели. Видите, на них искали, не нашли. Лаки, это какие-то. Ну, просто тема лаков сейчас интересна. Ну, таких лаков, естественно, потому что не краще. Хотя и они тоже меня всегда интересуют. Хотя мне их столько много. Я уже зарекаю, чтобы не покупать лаки для ногтей. Сразу купила. Цветочки. Клумба. Красотень. Красотень смотреть. В общем, да, не в этот раз, не в этот раз. Зато хоть, знаете, вот... Это был такой кайф выйти на свежий воздух, на улицу. Боже, да? Вот. Видите, сколько эмоций. Не просто. Так что отложим мы это дело немножечко. Не знаю, насколько. Обещали завоз через неделю, вот. Вот такие вот здесь замороженные. Лучше. А здесь вот слякоть, между прочим. Ну, и грязь, в смысле. Очень много грязи. Да, он даже, даже... Ну, из-за снега, да, он растаял. Вот. Нормально. Здесь приятно путеть, все знаете. Какая-никакая природа. У меня будет другой подарочек. Это как бы запасной вариант. О нем вы потом узнаете, какой он будет. Просто не пройти, знать, что Рома... Куда Рома пошел, ощущение... Ну, Рома, да. Рома уже не может собрать. Ладно. У меня еще майонез там, где он, наверное, охуел, как-то говорю. Главное, чтобы не испортится. Ну, так, я застоку выйду. Главное, чтобы не испортится. Скучалось. Время? Ну, я уже тебе не скажу, что это неудобно. Как мы там анонировали в этом магазине? Еще хочу, чтобы до вас внести капитал. И что-то не... Два часа там были. Что-то не так долго. Ощущение, что капец. Как будто салги там вкручили. Двумя руками еще. Фу, Рома, что за выражение? Ну, я говорю по сути, да, и так и было. Так и есть. У меня не так было. Я двумя руками, как ты говоришь, там не это не делала. У тебя, может, так было. Я не знаю. Тогда ты должен вроде радоваться. Нормально время провел. День чего? Неплохо вроде как. Что-то я не поняла. Или для тебя анонизма, потому что я что-то тяжелое. Нет, Лена, когда ты занимаешься анонизмом безукционичного результата, это, извини меня, порожняк. А, вот что с тобой случилось. Это тупо... То есть, я не смог кончить, что ли? Я не смог. Бедненький. Я не смогли кончить. Бедненький. Ай-яй-яй. Два часа. Фу, гадость какая. Успокойся уже. Вот ты меня представляешь, да? Ой, блин, как мне это надоело. А что за... Ой. Тоже утомляют. Надо адекватно выражаться, по-человечески. Ну, прыгни туда, давай, как маленький ребенок. Давай, ну, давай, прыгни. Угу. Черепаха-старунка. А, это... А ты, по-моему, отстал в развитии лет на 30. Слушай, иди уже. Что-то стас пройдет, остановится. Пройдет, остановится. В общем, вот так. Будет такой, другой, может быть, подарочек. Я перерываю, потом узнаете. Красиво смотрите, хорошо. Ну, вот пока, как есть, я не расстроена ничего. Но, наверное, устало столько, знаете, конечно, то, что там пришлось столько побыряться, как говорится. Ой, лучшее это время. Ну, хотя, ладно, пофиг. Мы, по крайней мере, попробовали. Высоковольтка сейчас так покутит, жутко, не страшно. А если учесть, что у меня... Ну, я заряжена сейчас так электричеством. Вот все прям затрагиваю за каждое железяки. И все, пузу, разряд. Джу, разряд. Слышь, высоковольтка на меня реагирует. Она, вон, слышишь, как... Жжжжж, электричество. Давай быстрее, я боюсь. Слова на себя, как мы ее делали. Ого, ого. Какое напряжение. Все, короче, думаю я. Рома еще решил зайти вбил. Там бекон поступил. Идет, а мне что-то так бекон заплатил. В общем, я взяла... Так, шутше. Только вот такую вот классную кофту. Причем, размер XS. Вот, видите. Потому что нашла вообще... Ну, во-первых, она классная, да. А во-вторых, еще и скидка. То есть, совпало. И цена хорошая, и скидка. В общем, короче, она 290 стоит. А полную цену сейчас под чеку, посмотрю. Вот, классная XS. Смотрите. Супер вообще. Померила XS на мне просто... Ну, и рукава были длинные, и S на мне висела. А тут все прям идеально. Посмотри, какая красота. Заходи, чего ты там. Посмотри, XS на мне сидит. Он идеально просто. Это сегодня праздник. Праздник? Сырнички. Да, это хорошо. В сырочке это хорошо. Я не мог не купить его. Да, это хорошо. Ну, в общем, вот, посмотри, какая красота. Вот, сидит все прям замечательно. Супер. И такая она весенняя. За 300 рублей это записывается. Да, еще и ты, ну, что ты купил тут. Хлеб у нас этого хлеба, блин. Мы же взяли Бородинский. Бородинский мелкий, там, по-моему, еще. Там еще, по-моему, есть. Нету. Вот этот есть хлеб. Твой хлеб. Зачем ты еще хлеб-то купил? Чуть купить, Ром, как всегда. Так, давай, что-то там еще взял. Бекон и творог. Вот, и на сколько чек? На 400. Бекон я тоже сейчас с удовольствием поем. Специальный творог. Короче, 400 рублей. Ты же мне творог взял, на сырнике. Ну, две пачки на сырнике. Не, мне не хватит. Я себе одну пачку взял. Ага, хитрый. Хитрый. В общем, 400 рублей весь чек. Я не могу.